Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон и мы продолжаем наш курс Организация производства и контроля качества лекарственных средств на основе GMP и GLP. И сегодня мы будем проходить тему валидации, в частности затронем вопрос валидации аналитических методик. Видео будет разбито на две части и в первой части видео мы поговорим в целом о понятиях валидации и квалификации, а также о понятиях и соотношении понятий валидации и верификации методик. Поговорим также о качественном и количественном химическом анализе, основные объекты аналитической химии. И начнем говорить о характеристике показателей валидации, такие как показатели, как специфичность, пределы обнаружения и пределы количественного определения. Как их, ну, собственно, определять, да, как их определять, как доказывать, например, специфичность. Итак, ну, вначале мы разберем соотношение понятий валидация и квалификация. Напомню, что квалификация это действие, удостоверяющее, что конкретное использование, оборудование работает правильно и действительно ведет к ожидаемым результатам. В целом, понятие валидации является более широким и включает в себя, собственно, и понятие квалификации. Напомню, что основными этапами квалификации оборудования выступают квалификация монтажа или IQ, квалификация функционирования или OQ и квалификация эксплуатации или PQ. Ну, по определению квалификации мы с вами повторили, а теперь давайте повторим определение валидации. Валидация, ну, здесь представлено три определения. Это можно, первое определение можно сформулировать следующим образом. Это экспериментальное доказательство того, что методика или процесс пригодны для решения предполагаемых задач. Следующее определение. Это документально оформленное действие, дающее высокую степень уверенности в том, что методика, процесс, оборудование, материал, операция или система соответствует заданным требованиям, их использование будет постоянно приводить к результатам, соответствующим заранее установленным критериям приемлемости. И третье определение. Это подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, были выполнены. Ну, во всех этих определениях ключевое слово это доказательство. Ну, и в частности, это доказательство объективного характера. То есть, необходимо проводить некие тесты для того, чтобы подтвердить пригодность процесса, методики, системы и так далее, и так далее, к решению предполагаемых задач. Или то, что тот или иной объект, методика, процесс, система соответствуют установленным заранее критериям приемлемости. При этом эти критерии устанавливает само фармацевтическое предприятие, как правило. Ну, там, например, в отношении токсичных примесей это устанавливается уже в нормативной документации. Ну, и давайте посмотрим соотношение, так скажем, объектов квалификации и валидации. Видно, что квалификация подвергается проектная документация, производственные чистые помещения и зоны, складские помещения, инженерные системы, технологическое и контрольно-измерительное оборудование. А валидации подвергаются аналитические методики, технологический процесс, различные вспомогательные процессы, чистка, уборка и компьютеризированные системы. То есть, смотрите, да, видно, что квалификация затрагивает такие физические объекты, документация, помещение, инженерные системы, оборудование. Все это физические объекты. И они подвергаются квалификации. В то время как валидация относится преимущественно к таким процессам и функциям. Аналитическая методика – это, собственно, последовательность действий. Методика – это некая последовательность действий, приводящая к определенному аналитическому результату. Технологический процесс – это тоже действие, это тоже процесс. То есть, он неосязаем по сути. Это тоже некая последовательность операции. Вспомогательные процессы – это тоже самое. Ну, вот в компьютеризированных системах не все так однозначно. Но если вы вспомните, да, компьютеризированная система – это компьютерная система плюс функция. Плюс функция. Ну, а функция, как вы знаете, она тоже не особо осязаема. Да, и мы можем увидеть результат работы функции, да, сказать, выполнена функция или нет. И это является тоже таким неосязаемым объектом. Да, то есть, видно, что, еще раз, квалификация относится к физическим объектам. Да, валидация относится к таким процессам и функциям, процессным операциям и функциям. А вот это, как бы, должно у вас отложиться. Таким образом, понятие квалификация, оно является более узким и входит в понятие валидации. Ну, так как, например, валидация аналитических методик, о которой мы сегодня будем говорить, она невозможна, если мы не квалифицируем оборудование, да, на котором мы будем проводить валидацию. То есть, это составной процесс, да, по сути, один из этапов, собственно, процесса валидации. Теперь же рассмотрим понятие верификация и валидация. Ну, давайте возьмем определение, которое изложено у нас в ГОСТ RISO 9000-2015. Помните, да, такую серию ГОСТов, да, про систему менеджмента качества. И в данном нормативном документе понятие валидация приведено следующее. Валидация – это подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. Верификация – это подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. Ну, и складывается впечатление, что, ну, как бы, не совсем, так сказать, понятно, да, что имеется в виду, чем же принципиально отличаются эти два явления друг от друга. Но если долго вчитываться, то, возможно, некое понимание оно придет, но приходит оно далеко не сразу. И давайте с вами разберемся, чтобы это понимание пришло быстрее. Давайте представим более точное определение понятий валидация и верификация. Валидация – это действие, доказывающее, что процессы, процедуры, оборудование, системы и так далее работают в соответствии с ожиданиями и позволяют получить нужные результаты. Верификация – это разовый процесс, призванный подтвердить заявленные характеристики перед использованием. И я считаю, что данные определения, они более точно описывают различия вот этих вот двух процессов, вот этих вот двух действий. Ну, про верификацию мы еще с вами поговорим во втором видео, где она представит нами в виде System Suitability Test, это тест пригодности системы. Вот, это как раз, ну, по, так скажем, это нигде напрямую не говорится, но System Suitability Test, по сути, это верификация для, ну, сложных приборов, там, для хроматографов, приборов капиллярного электрофореза, ну, возможно, для спектрофотометров и так далее. Собственно, далее более, давайте еще раз более подробно разберемся с понятиями верификации и валидации. Собственно, при валидации нам необходимо разрабатывать собственное требование, спланировать и провести экспериментальную работу для определения характеристик процесса или методики. При верификации же необходимо подтвердить уже существующие характеристики и принять решение о том, подходят текущие значения, да, текущие характеристики, которые мы установили или нет. То есть, получается, что в случае валидации, разработка, трансфер, там, воспроизводство метода или процесса лежит, собственно, на нас, да, как на работниках, и мы определяем нужные нам параметры, которые необходимо контролировать, да, которые необходимо провалидировать, вот. В случае же верификации требования уже выставлены заранее, и мы определяем, подходит ли процесс или методика по ним путем испытаний. Но верификация не равно ревалидации, да, не равно ревалидации, это тоже нужно понимать. Верификация это просто тест, по сути, тест перед использованием, да, то есть мы убеждаемся, что методика и прибор, они соответствуют заявленным характеристикам, но не более того, но не более того. Ну, вот пример двух этих явлений. Вот, например, нам необходимо при эксплуатации иономера, да, или PH метра, у нас возникли сомнения в его точности, да, и мы готовим, для того, чтобы проверить, правильно ли он измеряет PH, мы готовим стандарт китры в соответствии с методикой, и начинаем измерять, собственно, показатель PH, да, если значения PH для стандарт китров, они укладываются в суммарную погрешность, то данная характеристика верифицирована. Соответственно, если нет, то нужно проводить повторную калибровку PH метра. Ну, и, собственно, в некоторых случаях, да, если у нас калибровку не удается провести корректно, то в этом случае необходимо проводить реквалификацию оборудования, может даже и ремонт, ну, например, электрод у нас неисправен, да, его нужно будет заменить. Собственно, это процесс верификации, да, то есть мы проверили точность измерения, точность ошибки, да, то есть величину ошибки, величину погрешности прибора, и установили, подходит она нам или нет, да, ну, здесь формула, ну, которая вам, вам повторяет, да, что суммарная погрешность равна корню из суммы квадратов погрешности в данном случае. Для иономера это приборная погрешность, там обычно она равна 0,05 единице PH, да, и погрешность приготовления стандарт-титра, да, если это рабочие растворы третьего разряда, это 0,05, если это второй разряд, это 0,03. Вот. Второй случай, да, вот если нам необходимо разработать методику идентификации фармацевтической субстанции после синтеза, да, что необходимо сделать? Ну, во-первых, необходимо выбрать метод, например, ИК-спектроскопия в среднем диапазоне, да, установить критерии специфичности, например, корреляция данных со спектром стандартного образца, ну, и там провести тест и там определить, например, что вот этот показатель корреляции должен быть не менее 0,98, да, затем провести квалификацию помещения, оборудование, провести испытания образцов, собрать и обработать данные, составить отчет и дать заключение о применимости или неприменимости разработанной методики, ну, подтверждение специфичности, да, идентификации фармацевтической субстанции. Вот этот вот процесс называется валидация. То есть видно, что валидация такой более длительный, да, более основательный, более фундаментальный, что ли, процесс, чем верификация. Ну, я надеюсь, что вот эти два примера вам помогли с этим разобраться. Ну, таким образом, верификация также является инструментом и составной частью процесса валидации, и, в частности, она помогает, ну, так скажем, ну, как скрининг, да, как скрининг определить, является ли прибор и методика на данный момент валидными или нет, да, то есть если верификация у нас не проходится, да, то, соответственно, здесь уже нужно проводить расследование и решать, да, почему так произошло, возможно, даже, ну, проводить ремонт или и проводить ревалидацию системы и методики. Итак, далее продолжим говорить о качественном и количественном анализе. Это нам будет необходимо в дальнейшем, когда мы будем разбирать типы аналитических методик и, соответственно, критерии, ну, или показатели, которые при тех или иных типах аналитических методик необходимо контролировать в процессе валидации, да, ну, точнее, определять в процессе валидации. Итак, по целям химического анализа выделяют качественный анализ, или его еще называют идентификация, и количественный анализ. Под качественным анализом чаще всего понимают два основных момента. Это обнаружение или подтверждение подлинности, ну, в частности, аналитов, да. Аналит, я напомню, это определяемое вещество, да, то вещество, которое мы определяем или идентифицируем в образце. И второе, это установление состава и структуры аналита. И количественный анализ. Здесь можно выделить анализ содержания основного вещества и анализ содержания микропротимиссий. Сначала поговорим о качественном анализе. Ну, собственно, как мы уже выше сказали, да, качественному анализу, ну, преимущественно он заключается либо в обнаружении подтверждения подлинности, либо в установлении состава и структуры аналитов. В первом случае, в установлении, ну, анализ на подлинность, он заключается в установлении торжества аналита некоему стандарту, да, то есть проводится, так сказать, сравнительный анализ данных, ну, в частности, например, спектральных данных. Мы сейчас это на примере с вами посмотрим. Второй случай, да, когда нам необходимо установить состав и структуру аналитов, ну, например, химическую структуру, да, установить, то здесь этот тип анализа проводится по неким данным, да, которые мы получаем. Ну, например, анализ физико-химических констант, там, например, температура кипения, плавления, показатель преломления, плотность и так далее. Ну, и спектральные данные, например, тот же ИК-спектр, масс-спектр, хроматография и так далее. Ну, и очень часто эти два подхода, они, так скажем, перемешиваются между собой, можно проводить, собственно, ну, и то, и то одновременно, да, и вот очень часто эти подходы друг от друга очень сложно отличить. Ну, в первом случае, да, когда мы устанавливаем торжество нашего аналита, да, с неким стандартом, то это проводится при помощи сравнения, да, сравнения, то есть сравниваются какие-то показатели образца, да, нашего аналита, там, сигналов от пробы, да, с сигналами от какого-то эталона. Во втором же случае, ну, это такой более сложный случай, да, более сложный с точки зрения химика, да, химика-аналитика. Здесь структура и состав, они идентифицируются по неким сигналам, неким константам, неким общеизвестным правилам. Ну, и в ходе сравнения, да, полученных сигналов и физико-химических константов, например, со справочными данными или какими-нибудь корреляционными таблицами, как в случае, например, икоспектроскопии. Ну, вот пример, да, пример первого случая, когда мы устанавливаем торжество между, ну, например, образцом, да, и неким эталоном. Ну, в данном случае у нас здесь два икоспектра пропилового эфира, 4-гидроксибензойной кислоты, это тот пропил парабен наш. Вот, ну, допустим, да, здесь просто для примера приведено, допустим, у нас черный спектр, это наш стандарт, а красненький спектр, это у нас образец. Да, мы накладываем один спектр на другой и при помощи программного обеспечения мы устанавливаем корреляцию. В данном случае корреляция составляет 3 девятки, да, и это нам дает высокую уверенность в том, что вот эти два соединения, они являются идентичными, да, то есть соединения, находящиеся в образце и соединения стандарта, они являются идентичными. Ну, вот, как бы это вот пример, когда мы проводим анализ на подлинность. Вот аналогичный случай, но здесь как бы анализ на подлинность у нас не проходит. В данном случае здесь у нас представлены бензол, да, и хлорбензол, соответственно, два очень близких по структуре соединения, отличающиеся лишь на одну, ну, на одну химическую связь, да, у нас здесь CH-связь, здесь связь CH-хлор. И мы видим, что, ну, изменение только одной химической связи существенно повлияло на ИК-спектор, да, и, собственно, у нас коэффициент корреляции, да, при, ну, точнее, корреляция при наложении составляет меньше 30%, и это свидетельствует о том, что вот эти два соединения не являются тождественными друг к другу, да, ну, и в данном случае методика очень хорошо может, ну, так скажем, сказать, что, например, хлорбензол, да, если мы возьмем жидкость неизвестную, да, допустим, хлорбензол, и будем сравнить с бензолом, да, она скажет, что эта жидкость не является бензолом, да, если бензол мы используем в качестве стандарта. Например, вот такое вот применение идентификации через сравнение, да, с эталоном, через сравнение с эталоном. Ну, вот возьмем тот же самый ИК-спектор пропилового эфира 4-гидроксибензойной кислоты и попробуем выяснить, что же такое идентификация через анализ сигналов, да, то есть вторым способом. Ну, здесь необходимо иметь, ну, более высокую квалификацию, да, если вот здесь за нас все делает программа, да, то здесь как бы необходим определенный уровень для химика. Да, ну и здесь необходимо проанализировать ИК-спектор. Мы, соответственно, видим на ИК-спектор, что у нас есть гидроксильная группа, есть СП-3 атомы углерода, ЦАЖ, да, колебания. Возможно, присутствуют обертона, хотя здесь они не ароматического кольца, да, хотя они здесь не явно выражены. Присутствует карбонильная группа довольно отчетливо, да, присутствуют двойные связи, присутствует вот здесь вот двойной пик, это СО, то есть если у нас двойной пик есть, да, в соединении, то, соответственно, это имеется какая-то вот такая вот структура, да, какая-то вот такая структура, что очень, ну, что очень, как бы дает веские основания говорить о присутствии эфира, о присутствии эфира, ну, как бы, ну, сложного эфира имеется в виду, да. Ну, здесь по, естественно, я вам сразу скажу, что только по ИК-спектру структуру определить не получится, да, если у вас нет вещества соединения в библиотеке, да, вот мы здесь определили структурные фрагменты, ну, собственно, для более детального анализа необходим ЕМР-спектр, масс-спектр, там различные данные по молекулярной массе, элементному составу и так далее. То есть, как видите, процесс, он намного более сложен. Ну, и для ИК-спектроскопии, например, в качестве справочного материала может присутствовать, ну, может использоваться инфографика, да, различные корреляционные таблицы, ну, этими инструментами также еще нужно уметь пользоваться. Не всегда то, что написано в корреляционных таблицах, оно, ну, как бы, на практике реализуется. Здесь такое, ну, очень много таких, ну, скользких моментов, да, которые основываются больше даже на опыте химика, чем на следовании, вот, как бы, как бы тупом следовании вот этим вот корреляционным таблицам. Тут те же самые индукционные, индуктивные, точнее, мезомерные эффекты, да, они очень сильно влияют на положение тех или иных группировок, и они даже могут выходить вот за указанный предел. Ну, и здесь вот показано более наглядно локализация тех или иных структурных фрагментов на ИК-спектре. В качестве критерий для идентификации могут применяться различные параметры. Ну, и здесь я привел, какие из них, ну, наиболее часто встречаются. Ну, например, для идентификации могут использоваться различные визуальные изменения, которые происходят в ходе различных качественных реакций. Ну, например, там, изменение цвета раствора, там, выпадение осадка, выделение газа, ну, и так далее, и так далее. Могут использоваться различные физико-химические константы, например, pH раствора, показатель преломления, температура кипения, плотность раствора и так далее. Также могут использоваться спектральные данные, полученные с помощью методов ИК-спектроскопии, БИК-спектроскопии, спектрофотометрии, ядерного магнитного резонанса, масс-спектрометрии, хроматомасс-спектрометрии и так далее, и так далее. Хроматографические данные, ну, в частности, критерием идентификации в хроматографических данных, служат время удерживания, удерживаемый объем, там, время миграции для капиллярного электрофореза и так далее. Ну, и электрохимические данные и прочие-прочие параметры. Ну, чаще всего, вот, используются вот эти здесь указанные, которые здесь указаны. Ну, и количественный анализ, да, про качественный поговорили, теперь про количественный анализ. Он заключается в определении концентрации или масс-компонентов анализируемого образца. По направленности количественного анализа можно выделить анализ содержания основного вещества и анализ содержания следовых количеств. В принципе, как бы, эти два типа анализа, да, в плане конечных расчетов, они ничем друг от друга не отличаются, но они очень сильно отличаются в правоподготовке. Так, например, для анализа содержания основного вещества, как правило, достаточно, ну, достаточно таких простых процедур, ну, например, фильтрование, разведение, да, там, и, например, ну, закалывание в хроматограф, да. А вот для анализа следовых количеств веществ, вот здесь уже процесс про подготовки сильно усложняется и включает, может включать этапы концентрирования, этапы экстракции. Соответственно, если вы концентрируете, если вы экстрагируете, вы должны контролировать степень извлечения, да, то есть степень, с которой вы извлекли аналит из образца, да, вот в этом плане анализ содержания следовых количеств, он намного более трудоемкий, намного более сложный, и здесь нужно ответственно подходить к аналитическим процедурам. Так, ну, и что, как узнать, да, каков критерий, когда у тебя основное вещество, когда у тебя примесь или микропримесь, да. Ну, вот я для себя такой критерий вывел, это все, что больше 0,01% это, соответственно, основное вещество, основной компонент образца, все, что меньше 0,01%, то есть 100 миллиграмм в литре или 100 миллиграмм в килограмме, это для меня микропримесь. Но я здесь как бы исходил из собственного опыта и тех аналитических задач, которые передо мной стояли, когда я работал в Институте качества сырья и пищевых продуктов. Вот, в принципе, каждый химик может поставить для себя, ну, какой-то другой критерий, да, то есть это, ну, это не такое жесткое, не такое жесткое деление, ну, и, как вы знаете, любая классификация, да, любое деление, оно всегда искусственно, да, там природа, природе все равно, да, как мы называем это основное вещество, да, или это микропримесь, то есть ей все равно, вот, это вот нам, нам там, инженерам, ученым, преподавателям, нужно, да, нужно разбивать объекты на отдельные классы, чтобы с ними работать и как-то разговаривать друг с другом, да, ну, а природе все равно, да, все равно, что вы, с чем работаете, с веществом основным, микропримесью, да, там, там, или как вы классифицировали эту бактерию, там, это архибактерия или эобактерия, да, ну, в природе, в принципе, все равно, она создала нас, ну, по своим каким-то соображениям, ну, так, больше философское такое отступление. Ну, как я уже сказал, да, то есть количество анализ заключается в определении содержания концентрации масс, да, соответственно, нужно вести определение концентрации, концентрация – это величина, которая количественно характеризует содержание компонента относительно смеси, и также второе определение – это отношение количества массы или объема вещества к объему или массе раствора. Ну, исходя из последнего определения, мы можем выделить три основных разновидности, ну, или способы выражения концентрации. Первое – это долевая концентрация, ну, честно говоря, это я сам ее так назвал, ну, как бы нужно было какое-то название придумать, да, я вот подобрал название «долевая концентрация». Соответственно, долевая концентрация может быть массовой, когда мы выражаем массу в массе, например, грамм в килограмме, да, грамм в килограмме, масса объемная, когда у нас масса в объеме, например, грамм в литре, да, или объемная, когда у нас, например, ну, я не знаю, миллилитр в литре, да, там добавили спирт в воду, да, получилось, получилось там столько-то миллилитров этилового спирта в литре воды, ну, в литре раствора точнее. Концентрация также может быть малярная, это более, более, так скажем, распространено у химиков, например, синтетиков, да, когда мы должны с реагенты смешивать реактивы в определенных малярных соотношениях, да, то есть мы там берем не граммами в литрами, а молями, да, и есть малярная концентрация эквивалента, или нормальная концентрация, ну, это уже, как бы, совсем другая история. Итак, переходим к, собственно, валидации аналитических методик, и мы разберем три параметра, это параметр специфичности, предела обнаружения и предела количественного определения. Ну, вот здесь вот традиционно такая схемка этапов валидации, да, и мы сейчас вот разбираем как раз вот этот вот этап валидация аналитических методик. Ну, собственно, на нем мы валидацию с вами и закончим, да, там валидация очистки технологического процесса, это немножко к другому относится и к другим предметам, в других предметах будет разбираться. Нормативные документы, где же описана валидация? Ну, во-первых, валидация аналитических методик, ну, имеется в виду, да, именно про аналитические методики, процесс записан в общей фармакопейной статье, да, указанной вот здесь. Также валидация аналитических методик прописана в СИЧ-Q2-Р1, ну, собственно, называется руководство по валидации аналитических методик проведения испытаний лекарственных средств. Итак, какие же характеристики определяют при валидации? Ну, согласно вышеуказанным нормативным документам, выделяют следующие 8 характеристик. Это специфичность, предел обнаружения, предел количественного определения, линейность, аналитическая область, правильность, прецизионность и робастность или устойчивость. О каждом из них мы с вами поговорим. Ну, в этом видео мы затронем вот первые три. Перед тем, как мы будем говорить, собственно, об этих характеристиках, мы с вами разберем, какие же типы методик выделяют при валидации. Ну, собственно, при валидации выделяют следующий тип методик. Это испытание на идентификацию или испытание на подлинность. И вот, собственно, вот этот тип методик очень тесно связан с качественным анализом. С качественным анализом, о котором мы с вами говорили. Далее, второй тип испытания. Это испытание на определение количественного содержания примесей. Третий тип методик. Это испытание для определения предельного содержания примесей. И четвертая группа методик. Это количественное испытание для определения активной части молекулы действующего вещества в испытуемом образце. Также испытание для определения содержания основного вещества. То есть видим, что одна группа методик это идентификация, потом вторая и третья это испытания на примеси, либо их количественная оценка, либо оценка по пределам. Вот и четвертая группа методик это методики на испытания на содержание основного вещества, о том что такое основное вещество, ну с моей точки зрения мы с вами уже поговорили. Ну и в тех же нормативных документах содержится вот такая вот табличка, здесь я ее, ну как не то чтобы скопировал, но перенес как можно ближе к оригиналу. Да, вот вы видите здесь у нас указаны все показатели, которые мы будем контролировать, так скажем точнее определять. И по вот столбикам у нас показаны группы методик, методики идентификации, методики количественной оценки примесей, методики предельного содержания примесей, содержания основного вещества. Ну и здесь еще есть действующего вещества в тесте растворения, как бы здесь отдельно идет эта методика. Ну давайте с вами приступим. Ну вот здесь вот еще, да, звездочки есть различные. Ну здесь как бы можно поставить на паузу посмотреть, ну и в ходе данного видео мы частично этих звездочек будем касаться. Также перед тем, как начать говорить уже про специфичность, следует сказать, что все методики испытания, которые включены в фармакопии сторон участников ICH, являются валидированными. То есть если методика представлена в государственной фармакопии РФ, то она в валидации не нуждается. Вот это очень важный момент. Итак, специфичность. Специфичность, еще ее иногда называют селективность или избирательность. Это способность аналитической методики однозначно оценивать определяемое вещество в присутствии сопутствующих компонентов. Изучение специфичности необходимо осуществлять в ходе валидации испытаний на идентификацию, примеси и количественное определение. То есть специфичность определяется для всех, абсолютно для всех методик. Процедура подтверждения специфичности зависит от целевого назначения аналитической методики. И как я уже говорил, специфичность, она очень тесно связана с качественным анализом, о котором мы с вами говорили выше. Вот здесь вот в табличке отмечена специфичность, да, и видно, что она определяется, она контролируется для всех методик. То есть это такой краеугольный, ну грубо говоря, то с чем мы будем сталкиваться всегда. Также следует отметить, что если какая-то методика имеет низкую специфичность к, ну, например, к нашему лекарственному средству, да, то эта низкая специфичность может быть компенсирована высокой специфичностью другой аналитической методики. Ну вот здесь, что касаемо этой таблицы, да, опять же здесь вот прописано то, что я вам уже сказал, да, доказатель специфичности валидируемой методики обычно основывается на рассмотрении полученных с ее использования данных анализа модельных смесей известного состава. Специфичность валидируемой методики может быть доказана также соответствующей стат-обработкой анализов реальных образцов, выполненных с ее использованием и параллельно с использованием другой заведомо специфичной методики. Да, то есть, можно оценить специфичность, да, какой-то новой методики, сравнивая, ну, и результаты с данными другой методики. Это тоже, тоже, ну, как бы разрешается, да, такой подход. Не во всех случаях удается подтвердить, что аналитическая методика специфична в отношении данного определяемого вещества. В таком случае рекомендуется использовать сочетание двух и более аналитических методик. Таким образом, недостаточная специфичность одной аналитической методики может быть компенсирована использованием одной или нескольких дополнительных аналитических методик. Да, ну, например, та же самая, ну, я не знаю, та же самая спектрофотометрия, да, она не всегда обладает такой хорошей специфичностью в отношении соединений, да, и в таком случае, если мы хотим доказать, что мы имеем дело именно с образцом, например, содержащим там тот активный компонент в составе, да, в таком случае мы должны использовать другую аналитическую методику, которая будет иметь требуемую специфичность, ну, как нашему образцу, аналиту и так далее. Ну, вот, что означает специфичность для различных видов испытаний. При испытании на идентификацию – это подтверждение того, что методика позволяет идентифицировать именно определяемое соединение. При испытаниях на примеси – это подтверждение того, что методика позволяет правильно распознать примеси в образце. При количественных испытаниях, ну, на основное вещество, да, это подтверждение того, что методика позволяет установить содержание или активность именно определяемого вещества в образце. Какие могут быть тесты на специфичность? Ну, критерии специфичности я уже называл. Здесь, как бы, также вот, ну, такое более общее, да, более общее представление. Это, например, качественные реакции. Ну, здесь, естественно, часто бывает, что методика, например, не специфична какому-нибудь компоненту в образце. Ну, например, к сожалению, мы в этом году с вами не проводили лабораторный практикум по данному курсу. Вот, ну, например, образование ауринового красителя. Ну, можете погуглить потом. То есть, ну, там берется, да, ацетилсалициловая кислота и салициловая кислота, да, как одна из основных примесей в аспирине. Вот, добавляется туда 1 мл концентрированной серной кислоты и вносится затем, ну, точнее, сначала добавляется формалин, а затем вносится 1 мл серной кислоты. В результате чего образуется так называемый ауриновый краситель в результате конденсации, вот, такого малиново-розового цвета. Вот, ну, такого красно-розового, что ли, такого цвета образуется и в случае салициловой кислоты, и в случае ацетилсалициловой кислоты. Ну, по сути-то, по сути-то, как бы, ацетилсалициловая кислота гидролизуется, да, в ходе, ну, в ходе воздействия на неё серной кислоты, да, кислотный гидролиз проходит, образуется салициловая кислота, которая реагирует с формалином. Вот, и образуется такое окрашенное соединение. Ну, и то же самое проходит и чисто с салициловой кислотой. То есть, в данном случае у нас качественная реакция, она даёт одинаковый результат, как в случае основного вещества аспирина, да, так и в случае микропримеси. То есть, данная реакция не будет специфичной для ацетилсалициловой кислоты. Также могут определяться физико-химические константы, да, и можно применять различные физико-химические методы для тестов на специфичность. Далее. Ну, вот, опять же, тот же самый пример, только здесь я его разберу более подробно. В данном случае это, опять же, пример про вот парабены, да, про пропиловый эфир-4-гидроксибензоинной кислоты. Ну, вот, была такая необходимость в курсовой и выпускной квалификационной работе разработать методику анализа содержания пропилового эфира-4-гидроксибензоинной кислоты в косметических изделиях. Ну, собственно, метиловые и этиловые эфиры у нас были в наличии, а вот пропилового эфира не было, и его мы решили синтезировать. Ну, синтезировали, как бы, здесь простой довольно синтез одностадийный, многие уже могли догадаться, что это синтез с помощью азиотропной перегонки с насадкой Диностарка. Ну, то есть мы в реактор загружали, ну, уж я навески не помню, да, определенное количество 4-гидроксибензоинной кислоты, добавляли, ну, избыток пропанола-1 в качестве растворителей, в качестве реагента используемого, добавляли также тулуол для того, чтобы образовать азиотроп, и вносили серную кислоту. Эту смесь, ну, довольно долго кипятили, отгоняли с насадкой Диностарка, соответственно, вода, которая образуется в ходе реакции атерификации, она попадала в ловушку, да, и, соответственно, у нас постоянно равновесие реакции смещалось в сторону образования конечных продуктов, да. Ну, как вы знаете, реакция атерификации, она обратима, вот, ну, обратная реакция, это реакция гидролиза, то есть высвободившаяся вода, она реагирует обратно, гидролизует на сложный эфир, на исходные компоненты. Ну, и в данном случае мы вот эту вот воду лишнюю отгоняли с помощью азиотропной перегонки, да, и тем самым смещая равновесие реакции. Ну, и мы проводили несколько синтезов, и здесь вот представлено два синтеза пропилового эфира 4-гидроксибензойной кислоты, и, как видно, да, вот мы вещество, полученное в ходе одного синтеза наложили на вещество, полученное в ходе, там, например, второго синтеза, и мы видим, что у нас спектральные данные соотносятся друг с другом в достаточно высокой степени. То есть это говорит о том, что, ну, по крайней мере, мы получили два одинаковых вещества, да, но, как бы, по спектральным данным, там, по данным тонкослойной хроматографии, в принципе, у нас также побочных продуктов в конечном, выделенном и очищенном соединении у нас также не было. Вот второй пример низкой специфичности, это здесь у нас представлена формула Даруновира, Даруновир, ну, такая фармацевтическая субстанция, но, если я не ошибаюсь, это компонент противовирусного препарата, вот, и есть два типа субстанции его, это Даруновир, это налад, это черный спектр, да, и Аморфный Даруновир, это красный спектр. Ну, собственно, Даруновир, это налад содержит в кристаллической структуре у нас, собственно, этанол, то есть он кристаллизуется в виде сокристаллов с этанолом, вот, а Аморфный Даруновир, это просто, ну, просто такая масса типа слюды, вот, ну, то есть она не кристаллизуется, такое, ну, аморфное вещество. Ну, собственно, если получить ИК-спектр этих двух соединений, Даруновир, это налад, то есть с этанолом в структуре, и Аморфного Даруновира, то мы видим, что их спектры, ну, есть, конечно, ну, они во многом схожи, но очень много, очень много существенных различий, да, в спектральном составе, что учитывается программным обеспечением, и, собственно, на выходе мы получаем коэффициент, ну, точнее, корреляцию спектральных данных на уровне 85, да, 0,85, что говорит о том, что два соединения, Даруновир, Аморфный, да, и Даруновир и Таналат, они не соответствуют друг другу, следовательно, ну, Аморфный Даруновир, он, ну, его нельзя признать годным для производства фармацевтической субстанции соответствующей, ну, точнее, лекарственного средства, да, соответствующего. Вот еще один пример специфичности, да, это хроматография, как вы помните, ну, в хроматографии один из основных критерий специфичности, это время удерживания, ну, и как я проверял специфичность методики, ну, в данном случае здесь представлена методика количественного определения хлорамфинекола или левомицетина в молочной продукции, да, вот этим я занимался, когда работал в институте качества сырья и пищевых продуктов, но это одна из тем была, вот, в данном случае здесь видно три хроматограммы, вот эта вот хроматограмма синяя, это хроматограмма стандартного раствора хлорамфинекола концентрации 5 микрограмм в литре, да, то есть довольно низкая концентрация, мы видим содержание только одного химического соединения, это, собственно, хлорамфинекол. И у нас есть два образца, ну, черная, черная хроматограмма, это образец молока, подготовленный образец молока без добавки хлорамфинекола, и розовый, это образец молока, подготовленный с добавлением хлорамфинекола, то есть вынесением хлорамфинекола в образец. Ну и мы видим, да, то есть мы, ну, собственно, я вносил хлорамфинекол в молоко, да, у меня был, собственно, с добавкой образец и без добавки. Вот я проводил, ну, довольно сложную пробоподготовку, которая длилась фактически, ну, весь рабочий день, вот, и на выходе я получал, вот, видно, что в случае добавки мы обнаружили хлорамфинекол в образце, да, да, то есть методика является специфичной по хлорамфинеколу, то есть мы его можем определять, да, ну, здесь использовалась, соответственно, холостая проба и проба с добавкой. Ну, дальше, дальше мы поговорим о пределах обнаружения методики, ну, и здесь я привел картиночку, которая, ну, представляет шум, в данном случае шум хроматографического прибора, для чего я здесь его привел, для того, чтобы задать вопрос, да, как понять, вот это вот является пиком или не является пиком, да, или вот этот, вот этот вот, вот этот вот сигнал, да, вот эта вот совокупность сигналов, она является пиком, да, или не является. Вот этим как раз, вот на этот вопрос нам ответить предел обнаружения. Соответственно, предел обнаружения это наименьшее количество или концентрация определяемого вещества в образце, которое может быть обнаружено или приближенно оценено с использованием валидируемой методики. Ну, предел обнаружения, он обычно выражается как концентрация определяемого вещества. Ну, и вот, собственно, наш предел обнаружения, да, он определяется, ну, для, всегда определяется для методик на оценку предельного содержания примесей, да, предел содержания примесей, да, в ряде случаев может определяться для методики по количественному содержанию примесей, когда, ну, вот эти вот пределы количественного содержания, они довольно низки. Ну, предел обнаружения может быть оценен различными способами, и первый, и самый такой примитивный способ, это визуальная оценка. В данном случае возможны, ну, как бы, вообще различные подходы к определению предела обнаружения, ну, и методика, в зависимости от того, является методика инструментальная или неинструментальная. Визуальная оценка при этом может использоваться как для инструментальных, так и для неинструментальных методик. А пределы обнаружения устанавливаются путем анализа проб с известными концентрациями определяемого вещества и определения его минимального содержания, при котором оно достоверно обнаруживается. Это, так называемый, положительный контроль. Но вышеуказанная формулировка, она взята из нормативной документации, и, на мой взгляд, она является расплывчатой и не очень точной. И, как, так скажем, как я это понимаю, да, моя интерпретация предыдущего выражения. Соответственно, проводят испытания образцов с различными известными концентрациями или количествами определяемого вещества и устанавливают минимальное значение, при котором результат анализа может быть оценен визуально. Собственно, это значение является оценкой предела обнаружения. И сюда можно отнести, например, сравнение окрашенных соединений друг с другом, сравнение хроматограмм друг с другом, когда, например, сигналы близки к уровню шума, но еще различимы. Ну, самое простое, это вот какой-нибудь цветной ряд, да, какой-нибудь цветной ряд какой-нибудь реакции. В таком случае, ну, предел обнаружения будет тот цвет раствора, после которого мы уже, то есть тот цвет раствора, соответствующий той концентрации анализа, при которой мы еще можем визуально оценить, что раствор, например, является окрашенным. Следующий образец уже будет, ну, с нашей точки зрения, уже бесцветным, да, бесцветным. Ну, и визуальная оценка, естественно, это такой, ну, ну, скажем, такой не совсем надежный метод, очень-очень сильно зависит от субъективного восприятия. Второй способ, это обнаружение, ну, то есть это расчет предела обнаружения по соотношению сигнал-шум. Соответственно, такой метод определяется к аналитическим методикам, для которых наблюдается шум базовой линии. Ну, и отвечая на свой же вопрос, да, ну, какая аналитическая методика, она имеет шум, да, но ответ не такой очевидный на самом деле, потому что фактически все методики, во всех методиках так или иначе присутствует случайная погрешность, а шум как раз оценивает эту случайную погрешность. Проще говоря, ну, если говорить проще, да, если методика не разрушает образец, во-первых, и она позволяет оценить содержание аналита в образце с течением времени, да, то есть с течением времени у нас показания, если прыгают, то вот эта методика обладает шумом, шумом, да. Ну, вот какие методики, да, давайте, давайте попроще, да, начнем с отпротивного, точнее, какие методики не обладают шумом. Ну, например, методики тетрования, да, когда мы провели визуальное тетрование, например, то, как бы, мы достигли точки эквивалентности, да, и конечной точки тетрования, и, собственно, дальше мы уже тетровать не можем, да, то есть, по сути, у нас произошел конец процесса тетрования. То есть, по сути, мы вот наш объем в бюретке зафиксировали, да, и, по сути, он уже не изменится. Ну, там я, конечно, опускаю такие моменты, как там температурное расширение, да, что у нас в лаборатории температура там одна и та же, то есть постоянная, да. То есть, у данной методики отсутствует шум, да, у тетрования визуального шума отсутствует. Также шума отсутствует вот у тех методик, которые, например, разрушают наш аналит, да, ну, например, какие-нибудь электрохимические реакции, да, позволяющие там по значению потенциалов определить концентрацию аналита. Ну, в конце концов, наш аналит разрушается, и мы уже вот этот шум поймать не можем, хотя он в методике, естественно, есть. Вот, ну и есть ли шум у иономера, да, PH метра? Ну, естественно, есть, да, мы опускаем электрод в наш раствор, и на показаниях прибора у нас будут показания бегать туда-сюда, то есть там, ну, либо в третьем знаке, либо во втором знаке, там по-разному бывает. Эти показания будут бегать, соответственно, шум у прибора, да, у методики он есть. Ну, о том, что такое шум, да, мы немножко поговорили. Вот, как же определяется предел обнаружения по соотношению сигнал-шум? Ну, здесь, здесь методика довольно простая. Сигнал считается отличным от шума, да, если его величина равна трем интенсивностям, трем величинам уровня шума. То есть соотношение сигнал-шум это три. Вот, если, соответственно, сигнал, да, на хроматограмме, вот здесь вот, например, он превышает в три раза уровень шума, то, соответственно, этот сигнал мы принимаем за соединение. Ну, в данном случае мы видим, да, что амплитуда сигнала, она меньше, ну, даже визуально можно оценить, она меньше трех величин уровня шума, ну, например, вот, да, величина уровня шума, и вот этот сигнал у нас как раз в нашу амплитуду, он входит, да, он входит. Вот, соответственно, вот это не является сигналом монолита. Это вот чисто, ну, какая-то, какая-то флуктуация, какая-то флуктуация. Вот, ну, в отечественной методике мы можем, в отечественной документации методиках мы можем найти вот такое, да, но я, ну, соотношение сигнала шум 2, но я, как бы, всегда склоняюсь вот к этому, вот к этому соотношению. Сигнал шум 3, да, то есть сигнал должен превышать шум в 3 и более раз, да, чтобы мы его считали сигналом на тех или иных данных, ну, на хроматограммах, например, или на ИК-спектрах. Ну, вот, например, давайте вот к ИК-спектру вернемся, да, вот смотрите, вот это вот явно сигнал, да, вот шум мы видим, ну, так, такие есть сполохи, да, у нас, и вот это вот тоже явно сигнал. Он, вот эти вот все характеристики, да, вот эти вот все печки, да, они все выше уровня вот этой вот флуктуации базовой линии. Соответственно, здесь вот эти вот, вот эти вот пики мы можем считать за аналитические сигналы. А вот это вот, например, это уже очень спорно, да, вот что вот тут вот было, что это вот, скорее всего, просто шум базовой линии. Итак, по, ну, надеюсь, здесь понятно, да, более-менее, как оценивать пределы обнаружения по соотношению сигнал-шум, да, то есть мы вычисляем сначала величину шума, да, затем умножаем ее на 3, получаем некий сигнал. По калибровке, например, смотрим, какой концентрации это будет соответствовать, и, соответственно, определяем предел обнаружения, да, он будет соответствовать трем величинам уровня шума. Вот, определение сигнал-шум проводится методом сравнения сигналов, полученных от проб с известными либо низкими концентрациями, либо полученные от холостых проб. Ну, холостая проба, это проба, которая не содержит аналита, да, и установление минимальной концентрации, при которой определяемое вещество может быть достоверно обнаружено. Собственно, для оценки предела обнаружения пределами считается соотношение сигнала-шум 3 к 1, 3 к 1, да, вот 2 к 1 это больше, ну, отечественная литература, ну, современная литература, она говорит 3 к 1, да, более, чтобы мы были более уверены, да, в надежности, наших результатов. Ну, вот, пример, также шума, да, шума и дрейф базовой линии у жидкостного хроматографа. Ну, как видим, вот, ну, что такое шум и дрейф, да, разобраться нам нужно с вами, что такое шум и дрейф. Шум, это вот некие флуктуации, которые, которые происходят на небольших временных интервалах. Ну, например, несколько секунд, там, десятков секунд или, ну, обычно не больше минуты, да, вот, ну, например, вот здесь вот, да, здесь можно взять амплитуду наибольшую, да, и наименьшую, ну, наименьшую и наибольшую амплитуду сигнала и вот эту вот, как бы, вот эту вот высоту взять за уровень шума. Ну, например, есть вот такой подход, да, к определению шума. Ну, в данном случае, в данном случае прибор, ну, сам, как бы, определял по своим алгоритмам величину шума, оцениваемую по вот этой хроматограмме. Что такое дрейф, да, то есть, если шум, это флуктуации на коротких отрезках, то дрейф, это изменение уровня базовой линии на длительных интервалах. Как правило, это 30 минут, час и более. Ну, видно, да, что здесь базовая линия, она потихоньку растет, это называется дрейфом. Ну, и, соответственно, дрейф, который вычислила программа по данным, ну, по вот указанным данным, составляет где-то 0,2 единицы абсорбции. Ну, здесь, кстати, представлена, ну, как бы, не вся хроматограмма, а только ее часть. Ну, чтобы вы лучше видели, что такое шум. Еще одна оценка предела обнаружения методики, это оценка его по стандартному отклонению и наклону калибровочной кривой. Ну, соответственно, для такого расчета у нас приводится вот такая вот формула. Предел обнаружения метода равен, ну, 3,3 умноженное на отношение отклонения сигнала по игроку, да, к коэффициенту наклона калибровочной кривой, да, или мы с вами помним, что этот коэффициент называется slope, да, slope, или коэффициент наклона, или коэффициент наклона. Собственно, мы по калибровке вычисляем slope, по методам статистической обработки вычисляем стандартное отклонение аналитического сигнала, умножаем это на 3,3, и получаем наш предел обнаружения методики. Как может быть оценена вот, ну, вот эта вот величина, да, стандартное отклонение по аналитическому сигналу? Это может быть оценено либо по стандартному отклонению холостой пробы, либо по калибровочной кривой, когда следует проанализировать полученную калибровочную кривую, которая построена для образцов с содержанием определяемого вещества близким к пределу обнаружения. И в качестве стандартного отклонения может быть использовано остаточное стандартное отклонение регрессионной прямой или стандартное отклонение точки пересечения с осью ординат. И вот еще лично от меня такой метод оценки стандартного отклонения аналитического сигнала, то есть это не прописано в нормативных документах, но как бы мной было показано лично для себя, что такой метод работает. Ну и он довольно более понятный, как я думаю. Что нужно сделать? Нужно провести анализ одного и того же стандартного раствора, который мы закалываем в хроматограф, ну 8 или 20 раз. Затем вот эта концентрация стандартного раствора, она должна соответствовать либо сигналу, который где-то в 5-20 раз выше уровня шума, или самую маленькую концентрацию калибровочного раствора. И на основе полученной выборки вычислить стандартное отклонение, ну стандартное отклонение по аналитическому сигналу, по оси игрок. По оси игрок, ну вы помните, что стандартное отклонение это корень из дисперсии, а дисперсия это средняя сумма квадратов остатков. Вот такая вот формула применяется для этого. А как представлять данные для предела обнаружения? Ну необходимо указать предел обнаружения и метод его определения. Соответственно, если определение предела обнаружения основывается на визуальной оценке или оценке отношений сигнал-шум, представление соответствующих хроматографов и эталонов сравнения считается достаточным для обоснования. Если значение предела обнаружения получено путем расчета или экстраполяции, то оценка должна быть подтверждена посредством независимого испытания достаточного количества образцов с содержанием определяемого вещества, соответствующим пределу обнаружения или близкое к нему значение. Следующая характеристика это предел количественного определения. И я тут привел ту же самую картинку с шумом, с хроматографа, да, и не просто так я ее привел. Потому что предел количественного обнаружения с точки зрения, ну как сказать, с точки зрения философии, что ли, да, с точки зрения подходов к его определению, он во многом схож с пределом обнаружения. И сейчас мы в этом с вами убедимся. Предел количественного определения. Это наименьшее количество вещества в образце, которое можно количественно определить, соответствующие прецизионностью и правильностью. Напоминаю, что прецизионность и правильность это две составляющие точности определения. Про прецизионность и правильность мы еще с вами в этом модуле по валидации аналитических методик поговорим. Собственно, предел количественного определения является необходимой валидационной характеристикой методик, используемых для определения низких содержаний веществ в образце и, в частности, определения примесей или продуктов деградации. При определении предела количественного определения используются те же подходы, что и для предела обнаружения, как я уже раньше говорил. Для каких методик определяется предел количественного определения? Он всегда определяется для количественной оценки содержания примесей. Всегда определяется для количественной оценки содержания примесей. Но это не значит, что вы его не можете, например, вычислять для методик на предельное содержание примесей или на количественное определение основного вещества. То есть это говорит, что нет в данной таблице, что определение не обязательно, но вы можете это делать, если вы считаете это необходимым в рамках валидационных процедур. Также как и в случае предела обнаружения, предел количественного определения можно визуально оценивать. В таком случае проводят испытания образцов с различными известными количествами концентрациями анализируемого вещества и устанавливают минимальное значение, при котором результат анализа может быть оценен визуально с требуемой правильностью и прецизионностью. Второй подход это подход по соотношению сигнал-шум. И тут мы говорим о том же самом, о чем мы говорили в пределе обнаружения методики, но здесь соотношение сигнал-шум несколько другое. И оно составляет 10. То есть если в случае предела обнаружения это тройка, сигнал-шум у нас в соотношении сигнал-шум было тройка, то здесь это десятка. То есть все то же самое. Мы определяем величину шума программными методами или сами амплитуды считаем по нашим данным. Ну на больших масштабах, например спектральных данных. Вычисляем амплитуду, смотрим как эта амплитуда соотносится с нашей калибровкой. Соответственно вот эту амплитуду умножаем на 10 и получаем по калибровочной кривой. Там если в калибровочную кривую это у нас подходит, то есть если попадает в калибровочную кривую, мы оцениваем количественно соотношение, то есть предел количественного определения по соотношению сигнал-шум. Это один из подходов. Ну и второй подход, также оценка по стандартному отклонению сигнала и наклону калибровочной кривой. И здесь вместо коэффициента 3,3, как в предыдущем случае, у нас стоит коэффициент десятка. Вот и вся разница. Ну и стандартное отклонение по у мы также теми же способами можем найти. Ну на этом первая часть видео по валидации аналитических методик закончена. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Всего доброго.